Христос воскресе! Здравствуйте! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня в гостях у нас Любовь Дягилева. Здравствуйте, Любовь и Христос воскресе! Здравствуйте, Марина! Воистину воскресе! Здравствуйте, дорогие телезрители! И сегодня мы будем обсуждать такую тему, которая мне кажется очень важна, и я поясню почему. В паломничество с детьми. Вот о чем мы будем говорить. Я хочу телезрителям сообщить, что Любовь является руководителем проекта «Умные путешествия», ну а кроме того она супруга священника, многодетная мама, и, собственно, мне кажется, кому как не к вам обращаться с такими вопросами. Итак, паломничество с детьми. Вроде бы о чем здесь говорить, но все любят путешествия, все любят проводить время вместе в кругу семьи, и, значит, все прекрасно, и проблемы никакой нет. Но позволю себе небольшое лирическое отступление, прежде чем обратиться к вам с вопросом. Мне кажется, что ошибок родители совершают во время паломничества с детьми достаточно много. Сама недавно наблюдала в паломничестве ребенка, который пытался бежать, ну не так, недавно, прошлым летом, бежать, знакомиться с курицами вместо того, чтобы сразу идти в храм сельский, к которому мы подъехали. Мама его схватила, естественно, понесла в храм, и еще и перед всеми присутствующими извиняющимся тоном вот стала как будто бы объяснять им, что ребенок всего лишь первый раз видит курицы, и поэтому побежал к ним. И вот мне показалось, что здесь она совершила какую-то небольшую ошибку. Может быть, стоило позволить ребенку еще и какие-то свои детские нужды отправлять во время этого путешествия, а то есть знакомиться с миром. Но, может быть, я всего лишь частный случай пытаюсь сейчас вывести в тенденцию, когда говорю о том, что родительские ошибки есть. Что подсказывает ваш опыт? Как вам кажется, паломничество с детьми особо это какая-то тема? Нужно ли здесь на что-то обращать внимание? И есть ли здесь проблемы, которые мы можем и должны обойти? Марина, тема невероятно, мне кажется, важной, актуальной. И мне кажется, как и в любом вопросе воспитания, она должна быть продумана. Продумана заранее. Ведь религиозный опыт взрослого и ребенка отличается. И наши силенки тоже отличаются, да, в этом плане. И если это только вот взрослое паломничество, и оно нацелено на взрослую аудиторию, то ребенку может быть минимум скучно, и он второй раз не поедет. А максимум это может как-то даже, ну, повлиять на его церковную жизнь, да, отбить какое-то желание туда вот как-то всей душой идти. Вспоминаю оперу Садко, вот, и когда с детьми мы ее прослушали, она очень длинная, очень красивая, но очень длинная. И дети, наверное, в силу возраста были не готовы. И вот они мне сказали, мама, больше на оперу, ты нас, пожалуйста, не води. Вот, чтобы таких казусов не было, мне кажется, во-первых, детям нужна смена, да, обстановки, нужна живость. И вот эти курицы с этим малышом, ну, прекрасно, мне кажется, были бы, да, какой-то прелюдии именно этого путешествия, выезда на природу, знакомства с миром. В общем, продумывать надо, надо учитывать детские потребности. И чтобы паломничество воспринималось тоже как приключение, как что-то такое, что отличается от обычной жизни, познание нового, где будет много интересного. И, конечно, там будет вкусная еда, не побоюсь этого слова. Расскажите, ну, вы очень часто бываете в поездках, вы планируете их. Наверняка у вас есть и семейные выезды. Наверное, эти семейные выезды не только для супругов происходят, но и для семей с детьми. Вы сама многодетная мама и многопутешествующая. Расскажите, пожалуйста, вот на что в первую очередь нужно обращать внимание? Чтобы мы не путем проб и ошибок искали вот такие вот заманчивые вещи для своих детей, а чтобы мы уже подошли к этому вопросу со знанием дела? Ну, мне кажется, что если ты не сам организуешь поездку, ты обязательно должен поинтересоваться у организатора, а можно ли брать детей и как вот это все будет с точки зрения детской психики, детского восприятия, детского досуга. Когда мы организуем поездки, то всегда приглашаем с детьми. И я четко знаю, что, например, если бы у нас в какой-то поездке было несколько подростков или несколько детей, то в какой-то момент, например, батюшка был бы со взрослой аудиторией, а я бы обязательно для детей сделала что-то, что отвечает только их потребностям и их интересам. Но это я имею в виду какую-то многодневную поездку, например, неделя и больше. Вот. Поэтому с точки зрения интересов ребенка, наверное, да, первый шаг продумать, как будут его потребности, интересы, любознательности, опыта удовлетворяться. Например, даже если это, не знаю, Золотое кольцо России, то знаю тоже, когда организовывали поездку для одноклассников, вот моего сына, то дети сказали, что это было очень красиво, но мы так устали, потому что только храмы, 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 храмы. То есть какой-то музей, какой-то просто прогулка на природе, можно пикник, беседа. Это обязательно должно быть включено, чтобы поживее все это было, как-то поразноплановее. То есть мы не должны превращать, получается, паломничество исключительно в паломничество? Как мы это делаем, когда едем, будучи взрослыми людьми? Ну вот, конечно, это очень от концепции, да, зависит организатор в путешествии. Вот в умном путешествии у нас, получается, мы сформулировали четыре составляющих. Это христианские святыни, светские достопримечательности, это какой-то семинар размышления на определенную тему и встречи с интересными людьми. Вот такой, как бы, да, подход, чтобы можно было отдохнуть, напитаться разным с разных сторон. Вот мне кажется, вот эта вот встреча с интересными людьми, это трудно может быть организовано, наверное, семьей. Но размышления и обсуждения – это, наверное, очень важная составляющая поездки. Да, и тогда тот, кто делает этот семинар, священник или какой-то приглашенный, да, лектор или мастерица какая-то, она должна четко понимать, что будут дети. И тогда мы должны их цеплять, да, на их мысли, на их переживания. Группа может собраться вечером и поделиться какими-то впечатлениями, и дети обязательно должны быть выслушаны. И вот был такой опыт семейных поездок, и я знаю, что дети просто горят этими моментами, им очень нравятся. И они тогда более внимательны в течение дня, они тогда фиксируют что-то, потому что они знают, что вечером вот можно про это рассказать. Ну и хотелось бы мне все-таки понять, а с какого возраста можно брать ребенка с собой в паломничество? Мне кажется, что, собственно говоря, с очень раннего возраста. Но нужно ли нам тогда менять всю нашу поездку под ребенка? Ну вот мой опыт, мы взяли в долгое такое паломничество шестимесячного ребенка. И это почти не доставляло неудобства, потому что он в сумке переноски, да, спал, там, ел, спал, ел и все. Иногда там где-то ползал. Поэтому, ну вот, зависит от формата. Груднички, да, как правило, никак не влияют на взрослую программу. Но дети там три, четыре, пять – это нечто, да. И вот сейчас очень хорошо, что все больше музеев с интерактивными какими-то вещами. И даже, я не знаю, может быть, уже и в Эрмитаже можно выпустить, там, младенца, чтобы он ползал. Еще там 10 лет назад наверняка это бы гневные окрики какие-то вызвало. А сейчас все больше вот такой открытости какого-то творческого компонента. Есть всякие… Родители могут смотреть картины, дети в это время могут что-то прорисовывать, трафареты в очень многих музеях и в России, и за границей сейчас это есть. В общем, получается, первая ступенька – это программа, которая интересна детям в том числе. Второе, я бы сказала, что очень важна структура. Обед всегда. Вот что бы ни случилось, но, например, вот там с часа до двух – обед. И вся группа отдыхает. И важно, мне также кажется, не до полуночи затягивать программу, а все-таки в 6-7 быть тоже уже на месте, и чтобы был какой-то, ну вот, люфт, передышка, осмысление, встречи или просто отдых. Вот. Структура очень важна. Потом, мне кажется, надо заранее у самого ребенка спросить, а что ты ждешь, что ты хочешь, и как вот, да. Иногда ведь можно и от групп, грубо говоря, отделиться и пойти с ребенком в сферу его интересов. Вот. Очень люблю поездки с детьми на Святую Землю. И вот, казалось бы, они всегда настолько насыщены, и там как раз не всегда есть обед, да. И они очень с утра до вечера. Но я потрясена, какое впечатление Святая Земля на детей производит. Вот могу сказать, что опыт нашего сына-подростка, можно сказать, что он вернулся в храм после нескольких поездок с папой на Святую Землю. То есть это перестает быть какими-то легендами, мифами. Это просто обретает все, ну вот, жизнь, да, вот здесь. Вот здесь Господь ходил, вот здесь притория, он сидел в цепях, вот сюда его вели. И, ну, столько всего, что вот, мне кажется, даже обязательно стоит планировать паломничество на Святую Землю именно с детьми. А если мы говорим не о Святой Земле, а если мы говорим о святынях, которые у нас вот здесь, рядом, в общем-то, мне кажется, в нашей стране всегда есть какая-нибудь святыня рядом. Нужно ли готовить ребенка заранее? Из какого возраста? Ну, например, если мы едем в храм, где есть мощи святого, может быть, стоит поговорить, обсудить житие этого святого. Но не просто зачитать что-то, а каким-то таким образом подать, чтобы тоже оживить его образ. Чтобы это не была просто поездка, мы приехали, приложились, посмотри, как красиво. Обязательно. И мне кажется, третья веха, наверное, да, вот в паломничестве детьми – это история. Вот, не лекция, не урок, а история. Вот я помню, как я в детстве рассказывала про казанскую икону, да, но, в принципе, это было как вот в сказке, да, что жила-была девочка, звали ее Матронушка. Вот. Но это очень доходчиво для ребенка, для маленького ребенка. И вот через историю он как-то больше в себя может вместить вот этот содержательный смысл этой поездки. Вот. Четвертое, наверное, надо правила озвучивать, что если это монастырь, например, или, может быть, в храме какие-то особые правила, что эти правила мы должны соблюдать и с уважением к ним относиться. С подростками уже сложнее, что касается правил. И могу сказать, что лично моя дочь что-то у нее заклинило, да, вот в подростковом возрасте, и мы приехали к монастырю, и она категорически отказалась одеть юбку. Вот. Ну и, в принципе, спокойно мы это восприняли, и мы поклонились святыне, мы пошли в монастырь, все по плану. Ее никто не стал заставлять, она так и простояла на берегу озера, в монастырь не пошла. Ну, бывает, да, что там в душе, в уме, живой же человек, и тоже, может быть, такой опыт надо было прожить. Я к тому, чтобы родители выполняли все равно свой замысел, и какие-то детские капризы, детские взбрыки, не отменяли бы цели этого мероприятия. Вот. Ну, если не готов ребенок, да, какие-то правила соблюдать, ну, пусть в тишине, одиночестве подросток может уже подождать группу, например, ничего страшного. Ну, вот вы говорите о том, что не нужно менять свои планы, подстраиваясь под ребенка, но обычно-то как раз наоборот. Родители и не пытаются отменять свои планы. Они что в такой ситуации делают? Угрожают. Нельзя. Обижают. Нельзя. Конечно. То есть мы даем все-таки свободу, если речь о подростке. Ну, однозначно за свободу. Вот чем больше прессинг, да, тем больше будет какой-то откат. И у нас потом, кстати, получился очень такой интересный разговор. То есть, а почему ты против того, чтобы одевать, ну, вот юбку, да, вот эту? И вышли на какие-то глубокие вещи, и пусть ребенок не посетил монастырь, но очень близкий контакт такой доверительный между нами произошел в принципе о традиции, об уважении, о собственном мнении, о личном отношении с Богом. То есть еще получается, мне кажется, ну, условно, да, пятый элемент, что надо воспринимать паломничество как удивительное пространство для близкого общения. То, что нам не хватает вот в повседневной жизни, когда все бегом, работа, школа и так далее. А здесь у нас есть время друг для друга. То есть не только, чтобы общаться, ну, со взрослыми членами группы, да, но как-то особо вот все-таки о чем-то важном с ребенком поговорить. – Любовь, ну, мы уже обсудили, что в паломническую программу хорошо бы включать и еще такую общеобразовательную часть, и тогда ребенку будет интересней. А можно ли наоборот, например, когда мы ездим просто в путешествие, брать и включать вот такие вот элементы паломничества? Это уже, конечно, способ каким-то образом с ребенком достаточно взрослого возраста уже договориться, что он пойдет с нами к святыням. Потому что подросток редко когда соглашается с родителями ехать непосредственно в паломничество. Ну, это счастливая ситуация. – Мне кажется, так, да, прекрасная идея, и так и надо делать. Это, знаете, как, ну, просто вот наша жизнь идет, и в ней есть Бог, да, в ней есть храм, и мы как-то, ну, вот так живем. Так же и здесь мы едем в путешествие, и нам встречается храм на пути. Ну, вот у меня сразу, да, я не понимаю, как можно не зайти, мне интересна история этого места, мне интересно, что там сейчас происходит. Подростков можно попросить почитать, какие там мероприятия вывешены на доске объявлений. Ну, это как-то само собой, мне кажется, не надо этого игнорировать, не надо этого бояться. Ну, вот тоже последний пример. Буквально несколько дней назад первый раз мои дети увидели готическую капеллу в парке Александрия. Хотя это православный храм, я бы для наших телезрителей поясняю, не все петербуржецы. Кто не петербуржец. Ну, это готика, и они просто вот раскрыв рот смотрели на эту красоту, вот, но это православный храм. Или рядом царские конюшни, да, ну, вот дети сказали, ну, это просто средневековый замок. А это же наши, это под боком, и это как-то все связано вот с историей и с верой тоже. И вот этот элемент, о котором вы уже упомянули, в ваших умных путешествиях он есть, это беседа, размышления, семинар. Но как быть простому родителю, который, например, ну, не может провести мастер-класс интересный, не может ручаться за то, что ему удастся развернуть беседу серьезную. И поэтому он не может это запланировать как мероприятие. Давайте вот сегодня вечером сядем и обсудим. Просто потому что ему нечего дать. Если это просто семейная поездка, да? Да, да ему просто нечего дать. Он не может занять внимание всех собравшихся на такой вот большой промежуток времени и превратить это в настоящее событие. Но, тем не менее, вот эти вот разговоры, обсуждения, увиденного за день, переживаний, которые у каждого из нас есть во время поездки, насколько важно это обсуждать? И в каком ключе, и как это делать простым родителям? Так вот так и делать. Вот так вот сесть, посмотреть друг другу в глаза и начать обсуждать то, что мы увидели, услышали, уверена, что каждый день будет давать необыкновенную пищу для размышлений. Это все про жизнь, да? И как отремонтирован храм или нет? Кто это должен делать? Чей-то спектр забот? Ну, все, да? Про клумбы, про растения, про небо, про животных, про архитектуру. Это же все влечет, в принципе, ну, глубинные какие-то темы. Зачем мы живем? Какой след оставляем? Умеем ли общаться? С какими трудностями мы столкнулись? Например, запланировали обед, вот, а кафе оказалось закрыто, и ничего поблизости. И ничего с собой не взяли. Как мы это переживаем? У кого-то весь день будет испорчено, а кто-то просто, ну, скажет, ну, ничего страшного, да, там, до ужина. Зато столько вокруг красоты. То есть, ну, вот, из всего, на самом деле, можно извлечь пользу. А про встречи с интересными людьми сейчас же, ну, интернет доступен. Он доступен, и, например, мы вот планировали поездку в Пюхтицы, но рядом с Пюхтицами есть такой городочек Ракверя. Там и замок, и аквапарк, вот. Вот, но еще нам хотелось что-то туда добавить, вот, про встречи с интересными людьми. И просто вот в интернете я нашла льняную фабрику, созвонилась с директором. И мы туда поехали в гости, и нам провели такую потрясающую экскурсию по всей этой льняной фабрике с еще советских времен. Дети увидели эти агрегаты, эти машины, как это все вот кется, как это все функционирует. И сама по себе вот эта женщина, которая сейчас возглавляет эту фабрику, ну, просто подарок, находка. То есть, мне кажется, столько можно включить компонентов и с профессией знакомиться. И вот, ну, все, что нас окружает, просто такой питательный материал. Но не будет ли преувеличением сказать, что, в принципе, паломничество и вообще путешествие всей семьей – это здорово всегда, даже если это сложно. Это дает какой-то новый опыт, который позволяет перейти на новый уровень отношений. То есть, я всего лишь хочу понять, нужно ли родителям как-то особенно серьезно относиться к планированию своего досуга с детьми и включать туда в обязательном порядке какие-то выезды куда-то. Потому что, мне кажется, только во время выезда некоторые вещи оголяются, они видны и во взаимоотношениях в том числе. И дома этих условиях не создать. Ну, вот я не представляю воспитательный процесс без выездов. Это все, да? То есть, мы действительно из скорлупы своего гнезда выходим, и кругозор наш расширяется. И мы можем и с характером, да, столкнуться с не лучшими проявлениями и детей, и взрослых. И можем шире взглянуть на жизнь. Это очень важно. Не только в рамках одного двора, одного города, одного прихода. Но вот это очень важно. Даже могу сказать, что необычайным образом на мою младшую дочь подействовала поездка в Великобританию. Это была паломническая поездка. Но туда были включены разные компоненты. И когда она побывала в Оксфорде, она поняла, кем она хочет быть, зачем вообще учиться. Как вот, вот знаете, просто как стержень какой-то пророс, которого не было. И ребенок уехал одним, а вернулся другим. С целями, с пониманием вот именно своей жизненной цели. И с учебой все пошло по-другому. То есть она поняла, для чего. И, может быть, пусть это, да, ее голубая мечта учиться в Оксфорде. Может быть, она и не сбудется. Не обязательно, да. Но она дала ей такой вот просто импульс движения. Вообще для чего? Что учеба – это прежде всего ее вклад. И она обязательно что-то прекрасное будет в этом мире делать. Через то, что она учится сейчас в школе, потом еще где-то. И вот такой вот эффект от путешествия. Ну и последнее мне хотелось бы подытожить. Я знаю, что у вас не всегда дальние поездки случаются. Вот, например, вы и в пригород можете выехать с удовольствием. Вы уже упомянули Петергоф, а не только Великобританию. Действительно ли можно найти места, куда поехать недорого, интересно, здорово, увлекательно? И всякий ли человек, всякая ли семья может найти такое место, куда они могут отправиться все вместе? Я думаю абсолютно. Вот, например, сельские приходы у нас в епархии очень открыты. У нас в загубе сельский приход. Гостевой дом открыт для всех. А там и рыбалка, и монастырь рядом, и Ладожское озеро. И вообще, то есть отдых, например, на берегу озера в палатках. Но ты же к этим палаткам через святые места тоже проходишь. Или из них можешь выйти в святые места. Вот не знаю ни одного ребенка, кто бы не хотел пожить в палатке. Ну что же, мне кажется, что мы эту проблему, и не проблему, а тему, обсудили со всех сторон, и вот впереди лето, и я уже вдохновилась, и уже готова ехать вот прямо сейчас из студии куда-нибудь со своими детьми. Обязательно им что-нибудь предложу. Спасибо вам, Любовь, за то, что заразили во мне это желание, за то, что заразили своим восприятием реальности. И мне кажется, действительно, мир Прекрасен, его надо посмотреть. Благодарю вас за участие в передаче. Спасибо большое, Марина, за приглашение. Ну что же, я напоминаю нашим телезрителям, что Любовь Дягилева руководитель проекта «Умные путешествия». И сегодня мы обсуждали паломничество с детьми. А теперь мы с вами прощаемся. Это была передача для родителей «Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»